Приветствую вас и понимаю, что вы хотели бы услышать от нас какой-то однозначный конкретный совет, стоит ли вам продолжать общаться с этим молодым человеком или нет. И вы знаете, действительно, вот очень велик соблазн даст вам подобного рода совет, потому что личикам уж все очевидно. Но этика профессиональная такова, что не было бы правильно давать вам советы, говорить, вот вы знаете, вот я как специалист в вашей ситуации изучил и пришел к выводу, что вам нужно прекращать общаться. Или вам нужно наоборот продолжать общаться. Это было бы неправильно, потому что решение относительно этого вам принимать нужно самой. Мы можем вам помочь увидеть ситуацию более полно, может быть, немножечко с более другой стороны, и в этом я могу вам помочь. Значит, пожалуй, начнем мы вот с чего. Молодой человек вам ничего не должен, молодой человек вам вроде бы ничего не обещал, вроде бы не строил воздушные замки, как говорят. Вроде бы из вашего сообщения не похоже, чтобы у вас было что-то серьезное. То есть, да, общаетесь часто, общались точнее часто, сейчас общаетесь реже, но на то могут быть причины, да, объективные причины. Ваши не устраивают такое общение. Отвечались мы с ним три раза, то в принципе это не так много. Значит, давайте посмотрим вот с какой стороны. Вы имеете право, вот чисто для себя, имеете право, скажем так, не требовать, а получать мужское внимание. То есть, вы имеете право на мужское внимание. Более того, вы в этом мужском внимании нуждаетесь, ну, объективно, как женщина, нуждаетесь. Значит, ну, объективно, как понимает, и это нормами дорожает, что вы его ждете, что вы ни с кем не встречаетесь, что вы пытаетесь именно от него получить то, что вам нужно. И вот именно эту мысль вам нужно постараться ему донести. То есть, сказать, дорогой, я понимаю, что тебя делал. Я понимаю, что ты делал. Я понимаю, что тебе тяжело, что ты устаешь. Но пойми меня, мне нужно мужское внимание. Я хочу отношения. И ты мне нравишься, и я вроде бы нравлюсь тебе. Но я не понимаю, что нас ждет в будущем. Как у нас будут складываться отношения? Пожалуйста, скажи мне, как ты видишь наши отношения? Какими ты их видишь в развитии? То есть, в будущем, в перспективе? Объясни мне, пожалуйста, это так, чтобы я поняла. Чтобы я увидел твое представление. Чтобы я получил о нем представление, да? И чтобы я могла на что-то рассчитывать. Чтобы я могла на что-то ориентироваться. И вот, пускай мужчина вам и скажет, как он видит ваши отношения в будущее. Так же ли вы будете встречаться в случае от случая. Или, например, будете встречаться на более стабильном. Или что? Понимаете, если мужчина вами дорожит, он поймет, откуда растут ноги. Это вопрос. Он поймет, что по сути вы их чертываете в неопределенность. И эту неопределенность хотите снять. Плохого в этом нет ничего. Наоборот, это даже право правильный. Но, нам надо понимать, что правильность подобного вопроса, она является таковой истиной только для вас. Она не является обязательной для него. Потому что мужчина действует в своих интересах. Мужчина определенно не действует так, чтобы можно было сказать, что он ставит ваш интерес на превыше своих. А значит, для него, скорее всего, ситуация иная. По его мнению, вы должны ждать его, надеяться, что он на вас обратит внимание. И такое поведение, конечно же, вас не устраивает. Если в ответ на вопрос о том, вот какое у вас дальнейшее развитие отношений, мужчина ничего вам конкретного не скажет, вот конкретного вообще не скажет, ну, тогда вы имеете полное право не прерываться с ним отношений, да, то есть не обострять ситуацию. Но сказать, хорошо, я тебя услышала, пусть будет по-двоему. И понять, что вот эта вот пассивность, эта неопределенность в глазах молодого человека, с точки зрения молодого человека, является как раз таки, по сути, проявлением нежелания строить с вами отношения. Потому что мужчина, который заинтересован в том, чтобы быть своей женщиной, он активно строит свое поведение так, чтобы она была с ним. Потому что, ну, понятно, что у женщины, если она видит, что мужчина не проявляет ей внимания, она будет искать внимания у того, кто может ей его дать. Это нормально. И вы для себя таким образом все уяснить. Толькость в этой ситуации в том, что при таком поведении, мужчина может вам действительно написать, пустя какое-то время, он может написать вам, типа, давай встретимся. Вы спрашиваете сразу, давай встретимся. Встретитесь, поговорите, пообщайтесь. Ну, посмотрели, как провели время. И опять, собственно говоря, на саду. Мужчина ничего вам не пишет, и вы ничего ему не пишете. И если вы видите, что от мужчины такие встречи происходят не постоянно, а достаточно, ну, большие между ними промежутки, эти промежутки не равны между собой, то значит, мужчина встречается с вами тогда, когда ему удобно. А раз мужчина встречается с вами, тогда, когда ему удобно, значит, вы можете делать то, что удобно вам, раз он позволяет себе это. И на следующую встречу вы говорите, например, что прости, и у меня дела, я не могу с тобой встретиться. Смотрите на его реакцию. Если его реакция спокойна, иначе человек достаточно адекватно оценивает ситуацию, ничего не требует от вас, и не предъявляет требования к себе. Такое поведение не является хорошим и не является плохим с точки зрения человека. Ну, с властью, даже как говорили. Оно нормальное. Оно, знаете, нейтральное. И, в общем-то, говорит о том, что мужчина, ну, просто-напросто хочет с вами брать время, но ничего серьезного не планирует. В этой ситуации уже вам предстоит решать саму. Либо вы принимаете такое его поведение, а вы не принимаете, судя по всему, и тогда в этом случае вам просто нужно остаться с ним. То есть, как расстаться. А вы с ним общаетесь, да, общаетесь. Но встречаться с вами только когда удобно ему позволять не надо. Это неправильно. Это унизительно для вас. А может, и второй вариант. Когда мужчина начинает вас обвинять, ругать, типа, вот, ты хотел встретиться, я нашел время, ты со мной не встретилась, как можешь там. То есть, предъявлять какие-то претензии. В этом случае, мужчина, мало того, что выстраивает вас под свои интересы, так еще и пытается подчинить. Ну, подобное поведение является совершенно неправильным. Если же молодой человек и перспективы вам какие-то наметят, и вы увидите в его поведении, что он придерживается этой перспективы, вы увидите в его поступках действительно очертания и формы того, что он вам сказал, значит, этот человек серьезно настроен, и значит, он действительно имеет на вас некие серьезные планы. Просто сейчас у него нет возможности их реализовать. Такое бывает, и тут вам нужно просто немножко проявить терпение, проявить терпение, выдержку и понимание. Если мужчина таков, он обязательно оценит то, что вы для него сделали, то, что вы его ждали, он обязательно оценит, и восполнит вам это сполна. Как видите, решение принимать исключительно вам, мы не можем за вас принять решение, но можно дать вам средство, чтобы посмотреть намерения молодого человека. И в заключении хочется сказать, что мужчину нужно судить по поступкам, не по словам, а по делам. потому что слова это всего лишь слова. Они, знаете ли, пустой звук, если не влияют на поведение. И мои слова тоже пустой звук, если вы из них ничего для себя не извлечите. прошу вас этот момент помнить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!